Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй, и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа агро с сезонами. У нас уже заканчивается лето, и сегодня мы будем убирать с вами одно поле, точнее два, пятое и второе. Потом мы их объединим, и в общем-то еще много работы нам сегодня предстоит. Но так как у нас по прогнозу погоды впереди дождь, нам нужно убрать поле, скажем так, в срочном порядке. Сейчас появилось окно между дождем и дождем, в общем-то дождливая погода у нас что-то в этом летом. Поэтому давайте начнем, поставим все это дело на уборку, и потом уже о других планах поговорим. Для уборки нам понадобится вот этот ман, он нас будет возить в собранную культуру, и для него нужно записать новый курс плей. Поэтому поехали, начнем именно с этого. Перед нами два наших поля, пятое и второе, и разумеется после этой уборки мы их объединим. Поэтому маршрут будет один для этих обеих полей. Вот здесь у нас есть дорожка, соответственно с нее и будем выезжать. Вот в эту точку этот ман доберется из любой точки обеих этих полей, обеих полей, обоих полей. Ну и соответственно начинаем запись маршрута, едем на базу на выгрузку того, что он соберет. А вот говорила мне мама, отключай трафик, когда маршруты пишешь. Временно мы его выключим. Мы прекрасно помним, что у нас есть маршрут на выгрузку на базе. Он у нас будет общий для всех полей, поэтому сюда мы лепим перекресток, проезжаем сквозь базу, лепим на выезде еще один перекресток. Вот здесь. И будем соответственно комбинировать маршруты уже в зависимости от того, что нам надо будет здесь делать. Возвращаемся в эту же самую точку, прерываем запись маршрута и сохраняем его как поле 05 база. Или склад, наверное база мы называли его. Сбрасываем его соответственно. Да, поле 99 база у нас было, соответственно поле 05 тоже база. Соответственно загружаем его. Далее у нас есть база выгрузка и еще раз поле 05 база. Ну и на карте мы видим, что он проезжает через все триггера выгрузки и возвращается обратно на поле. Карту мы убираем, соответственно ставим работу с комбайнами, выбираем наш Торум и запускаем его по маршруту. Он соответственно ждет наполнения бункера, пускай стоит и ждет. Но мы тем временем возвращаемся к нашему Торуму. Его увы нужно чинить, поэтому начнем мы именно с этого. 5 тысяч стоит, кстати, техническое обслуживание комбайна. Это как-то довольно-таки дохрена. Ну ладно. Соответственно цепляем жатку и едем на наше пятое поле. Маршрут мы стартанем примерно вот здесь. Генерируем ему маршрутик. Поле номер 5. Расположение старта. Бла-бла-бла. Все как обычно. Возврат на старт. Пускай будет нет на этот раз. И три круга с разворотом. Пускай он сделает. Вроде должен нормально работать. Соответственно начнем мы как обычно вручную немножко. Открываем комбайн. Включаем его. Выстраиваем его примерно на маршрут. Только соломка нам нужна, поэтому мы ставим, чтобы она делалась. И с ближайшей точки запускаем комбайн. Солома делается. Все в порядке. В общем-то эти пацаны должны работать без нашей помощи. Потом переставим комбайн на второе поле. Ну и так как у нас тут производится солома, соответственно нужно поставить трактор, который будет убирать солому. И будет этим заниматься наша любимая Вальтера, которая работает у нас в основном на полях. Цепляем ей наш фуражный прицепчик на 50 тысяч и выставляем также на поле. Этому же пацаненку мы копируем маршрут от нашего Торума. Несохраненный, чтобы он ездил, собирал солому. Ну и добавляем ему поле 0.5 база. База выгрузка и еще раз поле 0.5 база. Вот такой вот маршрут из четырех частей у нас получился. Все с ним в порядке. Ставим ему только различные полевые работы и со стартовой точки мы этого товарища запускаем. Вроде как он не должен догнать комбайн, но если догонит, то ничего страшного. А с чего же мы с вами, друзья, начнем, спросите вы? Начнем мы с вами, друзья, с сельхозхимии. Здесь у нас производство семян и удобрений. Оно построилось уже довольно-таки давно, но решил я за кадром все это дело не запускать. Соответственно, здесь два производства. Производство семян, которое делается из зерна, пшеница, рожь, овес или ячмень. Здесь почему-то ячменя нету, но в справке к игре он есть. И из удобрений. Удобрения, кстати, делаются тоже здесь. Они делаются из дегистата. Также из дегистата мы получаем жидкие удобрения и компост. И привозим сюда жидкий навоз или дегистат. Выгружаем сюда. 800 кубов сюда влазит, и поэтому давайте сейчас дегистат, который у нас есть, сюда отвезем. Хотя бы две ходки сделаем сюда с этим добром. Поможет нам в этом нелегком деле, конечно же, наш любимый оранжевый америкос, которого я так не люблю, но приходится на нем ездить. В общем-то, поехали, че уж там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И привезли мы сюда два автопоезда с дегистатом, 200 кубов. Я не стал забивать все, потому что я хочу посмотреть, сколько всего этого дела у нас получится. Хотя я уже вижу, что с 5000 получается 1250 компоста, 2500 жидких удобрений и 1250 обычных удобрений. Это, кстати, довольно-таки неплохо. 25% у нас получается удобрения, 25% на компост и 50% на жидкие удобрения. Вполне неплохо. Также, друзья, я тут рылся в наших бухгалтерских отчетах. Я обнаружил, что у нас есть кредит, стартовый кредит в 75 тысяч, с которым мы начинали. Мы не платим по нему проценты, потому что стоит мод на этот Банков Хагенштадт. Но он все равно есть, поэтому я предлагаю от него избавиться и, в общем-то, забыть. Все-таки это не наши деньги. Так что кредит, до свидания. Тем временем на цементном заводе у нас появилось еще несколько тонн цемента, конкретно 250. И поэтому этот трактор можно отправить и на две ходочки как раз продать этот самый цементик. На карьере у нас примерно то же самое, но отсюда мы на стриме немножко вывезли на бетонный завод цемента, гравия. У нас еще 500 кубов осталось. Мы, в принципе, в достатке. Он пока что никуда не нужен, поэтому можно и это дело продать. Четыре раза скататься, ну, в общем-то, и все попродавать. Запускаем это все дело. Пускай ездит. Теперь мы переносимся, друзья, в наш фруктовый садик. Здесь у нас, в принципе, все по большому счету собрано. Хотя тут по 20 яблок на каждом дереве есть. Но больше всего меня заботит именно отсутствие воды и компоста под деревьями. Кстати, сколько у нас тут уже собрано? 26 кубов яблок, 23 куба абрикосов и 23 слив. Как-то вообще не густо с этого фруктового сада у нас получается. В любом случае, надо опять раскидать компост и воду под каждое дерево и заправить трактор. Поэтому сейчас по-быструхе это все делаем. Субтитры делал DimaTorzok были собраны абрикосики. Точнее, не собраны. Созревшие, но не собраны. Я действительно про них забыл, когда последний раз это дело все собирал. Поэтому мы сразу же запускаем маршрут на сбор абрикосов. Со стартовой точки и в последней точке остановиться. Пускай катается. Далее, друзья, мы с вами запишем маршрут на перевозку соломы на компост мастер. Ну и заодно этот же маршрут у нас будет забирать готовый компост и отвозить его обратно на базу. В общем-то, та же самая система, что у нас была с силосом. Опять-таки, маршрут на забор из бункера соломы у нас есть. Мало ли, что мы будем пускать на компост. Может и силос когда-нибудь. Поэтому, как и с травой на наш ферментатор, маршрут мы будем начинать записывать с точки, которая находится по ту сторону от нашей базы. А конкретно вот оттуда. Единственное, как и в прошлый раз, я опять забыл заполнить соломкой все это дело. 250 кубов у нас на данный момент есть. Засыпаем один прицепчик. И пишем маршрут оттуда на компост мастер. Поехали! И в этой самой точке мы ставим точку ожидания. Пока что здесь пусто и стоять особо бессмысленно. Но в будущем, когда будет большой оборот всего этого дела, можно будет беспрепятственно этим маршрутом возить готовый компост обратно на базу. Едем, в общем-то, дальше на базу. Разгружаемся там и в исходную точку. И в этой точке мы этот маршрут прерываем. Обзовем его база компост. И можно, в принципе, сразу же замутить маршрутик. Вот, кстати, какой-то из них у нас уже был. Вот второй, который мы загрузили. Первый мы сейчас записали, а вот этот второй мы записали ранее. Его можно удалить. В общем-то, у нас используется загрузка трава, база компост и еще раз загрузка трава. Загружать мы будем соломку. И пока что неограниченное количество с ближайшей точки пускай едет и возит. Еще одна задача, которую я сегодня решил решить, решил решить, да, именно, это продажа силоса. У нас его вполне много. Если мы посмотрим вот сюда, мы увидим, что его 4 миллиона. Так что можно заняться его продажей. Тем более, что скоро у нас опять сбор травки, в общем-то. И на ферментаторе еще есть. У нас, в общем-то, много его. Продавать мы его будем с помощью вот этого вот трактора. Но к нему нужно купить вот такой вот конвейер за 12 тысяч. Покупаем это дело. И в первую очередь нам нужно этим трактором отвезти этот конвейер на БГА. Отцепляем теперь конвейер и отгоняем трактор в сторонку, глушим его и садимся в сам конвейер. Нам теперь нужно его выстроить на разгрузку силоса. В принципе, вот так вот подойдет. Насколько я смотрю, можно даже чуть ближе вот так подъехать. И он будет работать. Теперь мы нажимаем разгрузиться здесь. И конвейер наш запущен. Теперь надо взять этот трактор и записать маршрут на вывоз с базы силоса на этот самый конвейер. Так как по этому маршруту у нас будет продаваться только силос, то мы будем писать этот маршрут без перекрестков. Просто одним маршрутом. Потому что загрузка у нас будет только из одного места. Из хранилища силоса. Из второго хранилища. Ну а так как там разгрузка будет задним ходом, поэтому писать маршрут мы будем без прицепа. Поэтому просто трактор без прицепа подвозим к стартовой точке. И потенциально прицепчик наш будет находиться именно вот в этом месте. Поэтому именно отсюда мы начинаем запись маршрута и едем на БГА. Проезжаем чуть-чуть вперед, чтобы прицепчик наш выровнялся к этому моменту. И ставим здесь движение задним ходом. Едем до упора к нашему конвейеру. И здесь же движение задним ходом мы отключаем. Выезжаем отсюда, разворачиваемся. И едем обратно к нашей стартовой точке. Ну и здесь же мы заканчиваем наш маршрут. Обзываем его продажа силоса. Он у нас в списке будет находиться. Вот продажа песок, продажа силоса, продажа цемента. Теперь нужно лишь подцепить телегу и посмотреть работает этот маршрут или нет. Ставим с ближайшей точки и возить силос. Запускаем. Количество рейсов у нас не ограничено. Смотрим, чтобы он красиво подъехал. Чтобы началось заполнение. Потому что здесь довольно узенько и опасно в общем-то. Ну все нормально. Он заполняется. Теперь главное, чтобы разгружался. В общем-то маршрут работает и это замечательно. Тем временем у нас собрались абрикосики. Оказывается они не полностью были забиты. Я их собирал до этого. Ну ладно. Как-то их тут не особо много. Сливы у нас все собраны. Абрикосы у нас тоже собраны. А вот яблочек немножко есть. Еще со старого урожая. Поэтому надо поставить этого товарища, чтобы он собирал яблочек. Поэтому сбрасываем маршрут сбор абрикосов и загружаем сбор яблок. И со стартовой точки его запускаем. Я надеюсь он доедет до своей стартовой точки отсюда. И ура друзья. У нас закончилась уборка первого поля. Мы сразу же поставим убираться второе поле. Мана переставлять даже никуда не надо будет. Мы прерываем маршрут и генерируем для этого товарища маршрут на второе поле. Выбираем поле номер 2. Все остальное то же самое. Опять-таки вручную мы начнем уборку урожая. И с ближайшей точки дальше его запускаем. Можно в принципе даже сразу вызвать. А его не надо вызывать. Он уже поехал. На уборку второго поля мы с вами друзья поставим вот этого товарища. Мы ему в принципе здесь даже загрузим нужный маршрут. Для начала это будет наш торм. Потом соответственно поле 05 база. База выгрузка. И соответственно поле 05 база еще раз. Чтобы он туда обратно вернулся. Смотрим на все это дело. Выглядит оно правильно. Ну и выставим его куда-нибудь здесь на какую-нибудь точку. Чтобы он словил это все дело. Кстати он же и здесь должен проезжать. В общем-то с ближайшей точки мы его запускаем. Не? Не должен он здесь проезжать? По-моему он должен. Да. Он словил. В общем-то ждем пока уберется наше поле и уберется солома. У нас оказывается друзья нету свободного трактора. Для того чтобы начать пахать. Вот чего я не ожидал, так того не ожидал. В принципе он нам не особо нужен. Но у нас первый раз такой сильный загруз. Чтобы все работали. Абсолютно все. Кроме нашего Америкоса и сенокосилки. Такое бывает редко. Но бывает. В общем-то ждем пока поле номер 2 уберется. Продолжение следует. Ну и друзья, аллилуйя, у нас закончилась уборка. А значит мы можем наконец-таки поставить время x5. Я не повезу уже эти 8000 литров соломы на наш склад. Пускай он стоит на базе. Сейчас друзья, наша задача объединить эти два поля. Единственное что мне не нравится, они не очень ровно относительно друг друга расположены. И у нас есть два варианта. То ли второе поле немножко расширить, то ли аккуратно прийти из этого поля в то. Я думаю, что второе поле нужно расширить. Мы в принципе можем воспользоваться модом GPS. Он у меня вроде как подключен. Да, он у нас есть. Поэтому ставим ширину авто. И в принципе он у нас довольно ровно определил, где находится поле. Включаем этот мод, ставим разрешение распахивать поля. И делаем первую проходку типа ровненькой. Я думаю, вот так вот в принципе хватит. Примерно, да, нихрена это не ровно получилось. Ну ладно, на самом деле пойдет. Вторую полосу тоже делаем. Тоже ее надо здесь вот аккуратненько как-то начать. Можно даже чуть назад отъехать. И проводим вторую полосу. В принципе довольно ровно получилось. Давайте проделаем ту же самую фигню с той стороны. И замутим курс плей на объединение полей. Здесь у нас границы поля стоят, скажем так, ровно. Единственное, только GPS нужно пододвинуть чуть-чуть правее. Я думаю, вот так вот будет вполне норм. Соответственно, включаем и две проходочки, как и в прошлый раз. Я думаю, этому плугу вполне хватит. В принципе, GPS теперь можно выключать. Теперь нам понадобится курс плей. Для начала запишем, грубо говоря, новое поле. Точнее его границы. Прерываем этот маршрут и на его основе генерируем... Поставим только поуже ширину, чтобы вот наверняка, чтобы все было четко. Генерируем обычный маршрут на вспашку. Соответственно, выглядит он довольно-таки просто. И запускаем его со стартовой точки. Соответственно, друзья, на этом мы будем заканчивать. В следующей серии у нас уже будут готовы наши собственные удобрения. Поэтому мы купим новую удобрялку. Удобрим это поле и полностью его вспашем. Также соберем урожай с нашего 99-го поля. Там, напомню, у нас растет лен. И будет льняная солома, которую мы продадим. И, в общем-то, будут у нас деньги. Деньги у нас и так, в принципе, есть много. Мы их обязательно потратим в следующий раз. Можете попробовать угадать в комментариях, что же мы дорогое купим в следующей серии. Потому что я-то уже знаю ответ на этот вопрос. Ну и наше производство. Мы ими будем продолжать заниматься. Что-то продавать, что-то копить, что-то производить. В общем-то, работы у нас много. На этом, собственно, все. Как по мне, серия получилась вполне интересной. И я был рад вернуться на поля. Вот давненько этого всего не было. Как-то мы на этой карьере отклоняемся от работы на полях. Хочется все это дело вернуть. В общем-то, ставьте лосики. Чем их больше, тем больше мне хочется снимать новые ролики. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Впереди много всего интересного. Пишите в ваши комментарии, что вы думаете по поводу нашего прохождения. Вступайте в группу ВКонтакте. Присоединяйтесь к нашим беседам в Дискорде. Стримы. Все дела. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!